3 февраля в Центре эстетического воспитания состоялось закрытие четвертых Свято-Тихоновских чтений. Данный проект был создан при взаимодействии Управления образования города Великие Луки и Великолупского благочиния Псковской епархии Русской Православной Церкви. Заместитель главы администрации города Константин Васильевич Максимов поблагодарил организаторов за проделанную работу и сказал, что если и дальше в Великих Луках будет проходить работа в данном направлении, результаты не заставят себя ждать. Сегодня век информационных технологий, век потребления. Зачастую у нас и не остается времени, бывает, чтобы задуматься о каких-то правственных вещах, о вечном, о духовном. Поэтому подобные мероприятия как раз они очень важны. Здесь я хотел бы от имени администрации города выразить благодарность за активную позицию, за поддержку как раз Великолупскому благочинию Псковской епархии, руководителю Гумину Саватию и управлению образованием за то, что эти мероприятия проводятся. Я уверен, что как раз вот эти совместные усилия, совместная работа на всех уровнях, она как раз и позволит укреплять, совершенствовать духовно-нравственную стойкость наших великолучан, наших подростков, чтобы каждый имел Бога в своей душе, имел вот это вот духовное тепло. Начальник управления образования Ираида Афанасьевна Бушенкова в своем выступлении затронула проблемы нынешних школьников. Мне так кажется, что сегодня все-таки система образования, она несет на себе отпечаток определенного духовного кризиса, который вызвана именно системными реформами в системе образования именно конца 20 века. И мы все прекрасно понимаем, что это проявляется в дифференциации знания и воспитательных компонентов. Происходит это потому, что основная цель всех реформ образования, она нацелена на проверку качества образования. И, соответственно, это вызывает и отклонение вот и в нашей работе. Каков же выгод из создавшейся ситуации? Думается, что важным моментом может служить необходимость организовывать работу с участниками образовательного процесса, имея в виду со всеми, таким образом, чтобы в основе всегда прослеживалась опора на национальные особенности человека, на основу православной культуры. Важно, чтобы происходила непрерывная работа, это в единстве и урочной, и внеурочной деятельности, семейной, общественно-полезной. Необходимо, чтобы образование учитывало и базировалось на лучших чертах русского народа. Ираида Афанасьевна отметила, что родители зачастую отдают ребенка в сад или школу, как в камеру хранения, и перестают интересоваться их жизнью, что, несомненно, приводит не к лучшим последствиям. Протоиерей Сергий Матвеев во время своего выступления пожелал всем присутствующим стабильного развития во всем, поскольку стабильное развитие – это то, к чему необходимо стремиться. Сейчас много мы говорим, что выбирать – стабильность или изменение, какие-то модернизации. И многие люди приходят к простому выводу, что что необходимо? Необходимо просто стабильное развитие. Это сложнее, чем поддерживать стабильность, и это сложнее, чем просто что-то менять. Стабильное развитие – это поддержание традиций, сохранение лучшего и преумножение его. И вот хотелось бы пожелать, чтобы в нашем духовно-нравственном воспитании, в нашем деле, вот было это стабильное развитие, чтобы мы могли это видеть. Есть такая сейчас мысль, вот в городе у нас появился сайт достаточно качественный «Луки.ру», и, может быть, вот там я несколько раз выступал, поздравлял людей с праздниками, есть такая мысль, может быть, конечно, можно создать интернет-школу такую, да, то есть какие-то небольшие выступления, освещения, которые можно посмотреть в интернете. Это очень удобно. Там минимум рекламы, свободно, можно смотреть, можно прервать эти вещи, да. Но живое общение детей со священником, подростков со священником, я занимаюсь со старшими школьниками, с их родителями вместе занимаюсь, оно, конечно, не может заменить то, что мы видим в интернете. Хотя, конечно, надо эту область осваивать, и мысль такая есть. Игумен Саватий присоединился ко всем ранее выступившим и отметил успех нынешних чтений. У нас, наконец-то, выстроена система отношений с управлением образования и с администрацией нашего города. Мы нашли нормальные отношения. Наши точки соприкосновения сходятся в самом главном – воспитании нового человека. Вне зависимости от того, маленький он или же большой. Потому что Церковь несет свое послание всем людям, без исключения. Потому что Христос пришел на эту землю не спасти тех иллюзорных праведников, но Он пришел спасти грешников. Послание Церкви обращено каждому человеку. Атмосферу праздника, торжественной церемонии и закрытия придавали солисты филармонии, которые выступили для гостей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.